2015 года, документ с идентификационным номером с 1 января 2012 года, разовый талон, действительным по месту осуществления деятельности, указанном в разовом талоне. Будьте бдительны и не покупайте разовый талон у случайных лиц. Патент. Специальный налоговый режим на основе патента применяют индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям. Личное предпринимательство, нет наемных работников, доход не выше 200-кратного минимального размера заработной платы, налоговый период не менее 1, но не более 12 месяцев. Стоимость патента 2% от планируемого и заявленного вами дохода. Из них половина – индивидуальный подоходный налог, а вторая половина – социальный налог за вычетом суммы социальных отчислений. Социальные отчисления. Патент действителен только с предъявлением свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя. Для получения патента индивидуальный предприниматель подает в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление и расчет для получения патента по специальной форме. Заявление на патент необходимо подать в течение 10 календарных дней с момента регистрации ИП. Налоговые органы обязаны в течение одного рабочего дня с момента подачи пакета документов и расчета либо выдать патент, либо вынести решение об отказе выдачи патента. Если вы ИП, осуществляющий деятельность на основе патента в рамках специального налогового режима для субъектов малого бизнеса, то вы имеете право не применять контрольно-кассовый аппарат, принимая наличные деньги. Индивидуальные предприниматели, применяющие патент ежегодно, представляют в налоговые органы декларацию не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом. Упрощенная декларация. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяет субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям. Индивидуальные предприниматели с предельной среднесписочной численностью работников за налоговый период до 25 человек, включая самого индивидуального предпринимателя. С предельным доходом за налоговый период до 10 миллионов тенге. Юридические лица с предельной среднесписочной численностью работников за налоговый период до 50 человек. С предельным доходом за налоговый период до 25 миллионов тенге. Налоговым периодом является календарный квартал, то есть упрощенная декларация подается ежеквартально. Налог 3% от заявленного дохода. Из них половина – индивидуальный подоходный налог, а вторая половина – социальный налог за вычетом суммы социальных отчислений. Для применения специального режима на основе упрощенной декларации вам необходимо Если вы действующий ИП, представить в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление до начала предстоящего налогового периода – квартал. Если вы вновь зарегистрированный ИП, представить в налоговый орган по месту жительства налоговое заявление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня государственной регистрации в качестве ИП. Юридические лица должны подавать заявление не позднее 20 рабочих дней после государственной регистрации юридического лица в органе юстиции. Объектом налогобложения для налогоплательщиков, применяющих упрощенную декларацию, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных, подлежащих получению, на территории Республики Казахстан и за ее пределами. Предприниматель самостоятельно рассчитывает налоги. Крестьянское фермерское хозяйство. Одним из видов ИП является крестьянское фермерское хозяйство. Это семейно-трудовое объединение лиц, в котором осуществление предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также с переработкой и с бытом этой продукции. Правоотношения, связанные с крестьянскими фермерскими хозяйствами, регулируются законом о крестьянском фермерском хозяйстве и другими нормативными правовыми актами. Крестьянское фермерское хозяйство может выступать в формах семейного предпринимательства, личного предпринимательства, простого товарищества на базе общей долевой собственности на основе договора о совместной деятельности. Для ведения крестьянского фермерского хозяйства гражданам Республики Казахстан предоставляются земельные участки на праве частной собственности или на праве временного возмездного землепользования сроком до 49 лет. Предоставление права частной собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения осуществляется на платной основе. При этом граждане Казахстана могут приобрести право частной собственности на земельный участок по цене, равной его кадастровой оценочной стоимости, либо по льготной цене, определяемой в соответствии с земельным доконодательством Республики Казахстан. Выплата сумм за выкуп земельного участка может производиться в рассрочку до 10 лет по письменному заявлению фермера. Предоставление земельных участков для ведения крестьянского фермерского хозяйства уралманом осуществляется на праве временного землепользования. Преимущественным правом получения земельного участка для ведения крестьянского фермерского хозяйства пользуются граждане, которые будут вести хозяйство лично, обладающие специальными сельскохозяйственными знаниями и квалификацией, имеющие практический опыт работы в сельском хозяйстве и проживающие в данном районе, в городе, ауле, селе, поселке. Крестьянские или фермерские хозяйства вправе самостоятельно выбрать специальный налоговый режим или общеустановленный порядок. Специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом на основе уплаты единого земельного налога. Объектом налогообложения для исчисления единого земельного налога является оценочная стоимость земельного участка. Плательщики единого земельного налога по земельным участкам, используемые в деятельности, на которую распространяется специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, не являются плательщиками земельного налога. Крестьянские и фермерские хозяйства со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и общей стоимостью активов в среднем за год не свыше 60-ти тысячекратного расчетного показателя освобождаются от платы за присоединяемую мощность по электроэнергии, тепловодоснабжению и канализации, открывая счета в банках второго уровня с государственным участием без взимания платы. Бухгалтерскую отчетность представляют в упрощенном порядке, как индивидуальные предприниматели. Пользуются преимущественным правом при размещении доказов для государственных нужд. Получают информационные услуги и средства, а также научно-технические разработки и технологии на льготных условиях. Проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров за счет средств, предусмотренных для поддержки малого предпринимательства. В чем преимущество применения этого специального режима? Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками следующих видов налогов и других обязательных платежей в бюджет. Индивидуального подоходного налога с доходов от деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, налога на добавленную стоимость, земельного налога и или платы за пользование земельными участками, налога на транспортные средства по ряду объектов, налога на имущество по ряду объектов. Все остальные налоги, не указанные выше, оплачиваются в общеустановленном порядке. Это единый земельный налог 0,1-0,4% от оценочной стоимости земельного участка, социальный налог 20% от МРП за каждого работника, пенсионные отчисления, налоговый период – год. Удачи, настойчивости и благополучия вам, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова